Саляму алейкум и рахматуллах и баракат, уважаемые братья и сестры. Очень быстро пролетел год, и вот наш любимый, наш гость опять снова с нами, месяц Рамадан. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ассалям, обращая к сахабам, говорил, Пришел к вам благодатный месяц. В этот месяц закрытые врата ада и открытые врата рая. Шайтаны прикованы. И каждую ночь Всевышний Аллах ведет список тех людей, которые спаслись от наказания ада. Спастись от наказания ада и попасть в этот список, уважаемые братья и сестры, знаете, что это? Означает, что никогда ты не попадешь в ад. Кто-то будет в этом списке в первую ночь, кто-то во вторую, кто-то в третью. Мы не знаем, когда мы с вами будем. Да, Аллах Субхану Аталию, чтобы мы были из числа этих людей, которые спаслись от наказания ада. Всевышний Аллах Субхану Аталию в хадисе Кудзи сказал, И мой раб будет приближаться ко мне дополнительными поклонениями до тех пор, пока я не полюблю его. До тех пор, пока я не полюблю его. Только задумайтесь, уважаемые братья и сестры, кто тебя полюбит? Аллах, Малик Аль-Мулук, Ар-Рахман, Халяль-Аршистова, Властелин, Царь всех царей, кто в чьих руках власть небеса и земли. Всевышний Аллах Субхану Аталию, Он тебя полюбит. Он тебя полюбит. Сейчас, когда мы с вами находимся в домах, сегодня 23 числа, первый Таравих намаз с вами будем читать. Инша Аллах со своими семьями. Это и есть нафиль. Это и есть дополнительное поклонение Аллаху Субхану Аталию. Намаз Таравих. Чтение Кур'ана, наши с вами улыбки, наша с вами улыбка по отношению к нашему брату, это и есть дополнительное действие, дополнительное поклонение перед Всевышним Аллахом Субхану Аталию. Мы это делаем с неятом ради удовольствия Аллаха Субхану Аталию. Мой раб будет поклоняться мне, приближаться через дополнительное поклонение до тех пор, пока я не полюблю его. Самая великая власть, самая великая мощь, самая великая милость тебя любит. Создаётся вопрос, кто я такой, чтобы Аллах Субхану Аталию меня любил? Что я имею, что у меня есть, ничего нет. Моя жизнь в руках Аллаха. Я сам свою жизнь, не в моих руках моя жизнь, не в моих руках моя смерть, не в моих руках моё здоровье, не в моих руках вдох и выдох. Всё в руках Аллаха Субхану Аталию. И Он тебя любит. Ты его любимчик. Тебя любит не какая-то женщина, не какой-то мужчина, не какой-то человек, а тот, тот, который ничто на Него не похоже. И Он всеслышащий, всевидящий. Аллах Субхану Аталию. Всю жизнь, даже если мы будем с вами только делая, что не вставать в земных поклонах, мы не сможем облагодарить Аллаху Субхану Аталию за такую милость, как любовь Аллаха Субхану Аталию по отношению к вам с вами. Ты идёшь по улице, и ты из тех, кто тебе, из тех, кого любит Аллах. Ты любимчик Аллаха. Ты сидишь со своими братьями в каком-то джамаате. Ты из тех, кого полюбил Всевышний Аллах, Субхану Аталию. И тогда Всевышний Аллах обращается к Джибраилу и говорит, я, Джибраил, поистине, я люблю этого-то моего раба, такого-то, такого-то раба, и полюби ты его. И Джибраил обращается ко всем ангелам и говорит, поистине, этого человека любит Аллах. Поистине, этого человека любит Аллах. И вы же любите его. Ла Иллах, Ла Иллах, Ла Иллах, Иллах. Мы не сможем до конца понять этого, да? До конца не понимаем. Какая великая милость. Любовь Аллаха, любовь Аллаха. Ты живёшь и проклоняешься Аллаху через дополнительное поклонение, являешься любимчиком Аллаха Субхану Аталию. Уважаемые братья и сёстры, мы должны заслужить с вами любовь Аллаха. Мы должны заслужить с вами любовь Аллаха. Знаешь, что такое быть любимчиком Аллаха? Брать, сестра, это значит то, что всё, что ты желаешь, Аллах тебе даст из благов. Рай, Джанна, вечный рай. Аллах Субхану Аталию дает только тому, кого он любит. Ал амн яхафу нас. Это безопасность в тот день. Любовь Аллаха значит безопасность в тот день, когда люди будут находиться в страхе. Яхмал кияма. Любовь Аллаха, всё, что ты желаешь, всё, что ты просишь, значит Аллах Субхану Аталию тебе даст. Да полюбит Аллах вас и нас. Да сделает Аллах нас из тех, кого он любит, наш Создатель Субхану Аталию, и даст Аллах Субхану Аталию нам возможность провести этот месяц в поклонении, в приближении к Нему Субхану Аталию, и заслужить любовь Аллаха и вечную райскую обитель Аль-Фардаус. Поздравляю вас, мои братья и сестры. Барак Аллах фикум. Ва ёа'нан Аллаху айякум мин утақа'ихи минаннар. Ва салла Аллаху аля Набина Мухаммад, ва аля алихи и сахабиха жаба'и.